Всем привет, меня зовут Дима, и сегодня покажу вам способ, как можно в Гудине запечь любую геометрию в текстура. У меня вот в Unity есть такие провода, и если не сильно рассматриваться, то может показаться, что здесь прям довольно много полигонов, тут и блики правильные, правильные нормали, все такое, и создается в общем впечатление объема, но на самом деле это вообще просто там 4 полигона и текстура. Всю иллюзию объема создают правильные карты нормалей. На канале уже есть урок по этой теме, там есть и теория по нормалям, что это такое, как они работают, зачем они нужны, и урок, собственно, как их запекать с более детализированной геометрии на более низкополигональную. Так что, если это для вас новая тема, то лучше начать с этого урока. А сегодня мы попробуем сделать вот подобное запекание немного другим способом, мы вообще не будем использовать его полигеометрию, то есть на входе у нас будет какая-то высокополигональная геометрия, а на выходе просто набор текстурных карт, то есть карта высот, карта нормалей и карта любого атрибута, который вам вообще захочется сохранить. И этот набор текстур уже можно использовать как угодно. Допустим, в игровом движке эти текстуры можно использовать как декали, и вот таким образом создавать дополнительную геометрию на сцене. Или, как вариант, их можно использовать как хороший фундамент для создания какого-нибудь процедурного материала в том же Substance Designer или Painter. Ну вот, например, это те же самые провода, но немного обработанные в Substance Designer. Получается такой довольно интересный процедурный материал, можно менять цвета, можно менять все как угодно, есть хорошее ощущение объема, а это по-прежнему все еще обычная плоская текстура. Можно легко запекать всякие провода, болтики, решетки, потертости, в общем, всякую мелкую геометрию. Если вам эта тема интересна и подобное запекание вам нужно в пайплайне, то также сразу могу порекомендовать два видеоурока, там, в принципе, используется схожая техника, геометрия сначала запекается в алюметрик, и потом через копы превращается в текстуры. Но мы сегодня запекать геометрию будем более честно, что ли, с помощью рендер-движка. Я буду использовать Redshift, но это не обязательно, вы можете использовать любой рендер-движок, который хорошо знаете. Запекать геометрию через рендер в первый раз может быть не очень удобно, но зато, когда инструмент уже готов, мы получаем идеальные нормали, идеальную карту высот, минимум артефактов, и единственное ограничение для нас это, собственно, разрешение самой картинки. Ну и так как запекаю я Redshift, печется все довольно быстро. В общем, давайте начинать. Кстати, напоминаю, что у нас закончился конкурс проектов от наших подписчиков. Разборы проектов уже есть на канале, а одним из спонсоров конкурса выступила самая быстрая в России GPU-ферма Lagrimas Farm. На ферме 10 серверов, самый актуальный софт, разные GPU-движки рендера и отличная техподдержка. Что, кстати, очень важно, ведь когда проект будет гореть, а до Deadly на час, именно эти ребята спасут ваш день. Плюс это все, всего 30 копеек за Octane Bench в час, в общем, замечательная ферма для ваших проектов. Ссылка там же, где и всегда, в описании. Так, ну и сперва давайте сделаем провода, которые мы, собственно, будем запекать. Создадим геоноду, назовем ее как-нибудь Cable, и начнем с обычного лайна. Давайте сразу поменяем направление у линии, пусть она будет направлена по X, центрировать ее пока не будем. Ну и длину сразу немного увеличим, ну, допустим, до 2,5. Также мы ее собираемся гнуть, поэтому давайте добавим сюда Resample, ну, допустим, где-то до 0,05, может быть. Просто, чтобы было чуть больше точек. Ну и сразу раскопируем наш будущий провод. Допустим, давайте сделаем, может быть, 20 копий или около того. Давайте проверим. И да, вот у нас есть 20 полигонов. Отлично. Теперь давайте добавим сюда обычный attribute noise и немного его поднастроим. Для начала давайте поменяем атрибут, с которым мы будем работать, с цвета на позицию. И вот у нас уже есть какие-то искажения. Также давайте поменяем диапазон значений с позитивного на 0,0, чтобы шум был и положительный, и отрицательный, а не только положительный. И провода станут искажаться и вверх, и вниз. Отлично. Давайте также сразу амплитуду чуть уменьшим, скажем, до 0,2. Ну и, может быть, element size тоже немного поднимем. Ну, допустим, до 1,5, наверное. Ну да, вот что-то вроде того. И я думаю, вы уже заметили, что у нас есть некоторая проблема. У нас есть 20 отдельных проводов, но все они искажаются шумом одинаково. Поэтому, собственно, у нас остается одна и та же линия. А я хотел бы сделать такой пучок запутанных проводов. То есть я хочу получить какой-то уникальный шум для каждого отдельного провода. То есть для каждого отдельного полигона. Как это можно сделать? Ну, в любой непонятной ситуации всегда можно сделать цикл для каждого отдельного примитива. И просто в каждой итерации брать какое-то уникальное значение offset, допустим. В принципе, безотказный вариант. Но, наверное, было бы круче, если бы мы могли просто в тот же самый offset вписать какой-то атрибут с геометрией. Ну, например, давайте добавим ноду connectivity, которая нам просто для каждого уникального полигона сделает какой-то уникальный атрибут класс на точках. Давайте я буквально на секунду отключу resample, просто чтобы у нас у каждого полигона было всего по две точки. И вот сразу видно, что на первых двух точках у нас класс равен нулю, на вторых двух единицы, на третьих двух двойки, ну и так далее. То есть на каждой отдельной линии у нас сейчас есть какой-то свой уникальный атрибут класс. Здорово, давайте теперь попробуем им воспользоваться. Ну, просто впечатаем сюда собака класс. И, собственно, предсказуемо, конечно, ничего не работает. Мы не во всех нодах просто можем взять и вписать вот так через собаку любой атрибут в любой параметр. Так это, конечно же, работать не будет. Но в гудине 18.5 наконец-то на ноде attribute noise появился в expression, который как раз позволяет для некоторых параметров на этой ноде подтягивать атрибуты с геометрии. Например, подсказка нам сразу сообщает, что мы можем как-то повлиять на атрибут offset. Давайте попробуем. Синтаксис тут очень простой. Обычно в вексе, когда мы хотим обратиться к какому-то атрибуту, мы сначала пишем собака, потом название атрибута. Когда мы хотим обратиться к названию параметра, то мы просто пишем название этого самого параметра. То есть, допустим, offset равно и какой-то атрибут, который мы хотели бы использовать, то есть собака класс. Также не забываем про точку запятой в конце. И теперь у нас для каждой отдельной линии получился свой уникальный offset. Можем также этот атрибут, допустим, домножить на какое-нибудь большое число, ну допустим на 100, и добавить сюда немного рандома. Все, вот так вот буквально в одну строчку мы решили проблему, и не нужно придумывать какие-то циклы или изобретать велосипед. Давайте также сразу для наглядности обтянем провода полигонами с помощью поливайра. Сделаем здесь радиус поменьше, ну допустим, может быть 0,03. И количество делений сделаем сразу побольше, чтобы провода были максимально гладкими. Ну допустим, 64 деления, мне кажется, даже подойдет. Наверное, 0,03 это даже слишком, давайте 0,15. Ну да, вот что-то вроде того. Итак, сейчас провода у нас хоть и запутаны, но видно, что они пересекаются, видно, что они еще немного угловатые. Давайте попробуем это вылечить. Добавим сразу сюда еще один такой финальный resample. Добавим ему сглаживание через subdivision curse, и частоту понизим, допустим, до, может быть, 0,005. Сделаем прямо максимальное количество точек, у нас получается довольно плотная полигональная сетка, но в принципе для запекания нам это и нужно. То есть нам нужно как можно больше деталей, которые мы могли бы запечь в текстуру. Так, это здорово, провода стали выглядеть более гладко, но теперь, конечно, нужно что-то сделать с пересечениями. Тут я предлагаю сделать две вещи. Ну, во-первых, с помощью detangle мы немного отодвинем провода друг от друга, постараемся их немного распутать, и с помощью самого простейшего сетапа на вэлуме мы просто уроним провода на пол. И физика сделает все за нас вообще. Давайте начнем с вэлума, но для начала давайте мы наши провода центрируем и немного приподнимем над землей с помощью ноды match size. Она по умолчанию любую геометрию отправляет в центр координат, ну и также мы здесь можем поменять justify y на min, чтобы любая входящая геометрия у нас гарантированно лежала на полу. Ну и давайте также ее еще совсем немного приподнимем по y, просто чтобы быть уверенным в том, что ничего у нас пересекаться с полом не будет. И давайте настроим симуляцию. Для начала давайте настроим материал, нам нужен Vellum Configure Hair. Я сам небольшой эксперт в динамике в Гудине, так что здесь мы сделаем вообще примитивные вещи. Для начала я поменяю тип constrain с волос на нити, что, собственно, для проводов, как мне кажется, более логично. Для нас сейчас самое важное это настроить толщину проводов именно для симуляции, поэтому я переключусь на Vellum Hair и здесь включу режим визуализации толщины. Так легко можно визуально контролировать, какой именно в симуляции у нас будет толщина провода. И сейчас она, конечно, маловато. Давайте мы приподнимем Edge Vend Scale, скажем, до единицы. Вот уже что-то более похожее на те провода, которые у нас есть в финале. Но также толщина проводов у нас в данном случае будет зависеть от количества, скажем так, точек на кривой. Поэтому давайте мы также сразу добавим сюда еще один resample, которым мы уже будем задавать, скажем, количество деталей для симуляции, ну и вместе с этим толщину проводов. Поменяю здесь частоту разбиения, скажем, до 0,03. И у нас получается ровно такая же толщина провода, как и на Polywire. На нем, если вы помните, мы задавали радиус провода 0,15. А здесь у нас 0,03. То есть, по сути, мы с помощью этого разбиения задаем диаметр нашего провода. Остальные настройки я трогать не буду. Нам теперь нужен Vellum Solver. Кстати, когда вы работаете с нодами вроде Vellum, у них по три входа и по три выхода, и каждый раз их нужно будет друг с другом соединять, это довольно неудобно. Гораздо проще перед тем, как создавать ноду, просто кликнуть левой кнопкой мыши на выход ноды, которые вы хотите подключить в следующую ноду, и теперь уже набрать, допустим, тот же самый Vellum Solver. Таким образом, Houdini сразу автоматически сделает все три нужных соединения, и не нужно будет делать это вручную. Итак, в Solver мы тоже ничего страшного делать не будем, просто включим Ground Plane, чтобы проводам было куда падать. Ну да, видно, что они уже как-то взаимодействуют. Давайте подключим все это к Polywire, посмотрим. Ну да, в принципе, видно, что провода у нас как-то укладываются, они в принципе даже не пересекаются, но все-таки в некоторых местах у нас видны артефакты. Особенно здесь у нас довольно много пересечений. Тут можно попробовать поднять количество сабстепов. Ну давайте, допустим, для начала до четырех поднимем. Каждый сабстеп — это, по сути, дополнительный шаг просчета симуляции на каждый кадр. То есть, допустим, если у нас два сабстепа, и мы просчитываем четыре кадра, то в итоге мы просчитаем восемь кадров симуляции. Чем больше сабстепов, тем, соответственно, больше кадров мы просчитываем, тем дольше идет симуляция, но тем более точная она получается. Давайте попробуем пересчитать симуляцию. На финальный рендер можно даже, наверное, восемь сабстепов сделать. Ну и да, во многих местах стало, конечно, лучше, но иногда все-таки пересечения есть. И в данном случае они связаны с тем, что у нас еще до начала симуляции уже были какие-то пересечения в нашей геометрии. Поэтому еще до симуляции нам нужно постараться избавиться от большинства пересечений наших проводов. Кстати, в Houdini для этого есть даже специальная нода, которая называется Detangle. У этой ноды, в принципе, даже иконка говорит сама за себя, Detangle позволяет распутывать провода. Если у нас есть множество пересекающихся линий, Detangle старается оттащить их друг от друга. И это как раз то, что нам нужно. Подключаем сюда наши запутанные провода, и по умолчанию нода выдает ошибку. Для работы Detangle нужен PrevPositionAttribute, то есть какой-то атрибут, в котором просто будет записана позиция точек без деформации. Обычный RESTPosition. Так что мы тут просто можем создать его с помощью обычной ноды RESTPosition. RESTPosition создает атрибут REST, который мы и запишем в PreviousPosition. И сразу все заработало, и у нас даже уже немножечко разбудались наши провода. И тут самое важное указать толщину проводов, веревок или что бы это ни было. В параметре Default Thickness. Ну давайте возьмем эту толщину, допустим, из нашего Polywire. Просто скопирую этот параметр сюда с привязкой. И точно так же скопирую этот же самый параметр еще и в Resample, но умножу на 2. Чтобы мы могли в любой момент менять толщину проводов, и вся сеть заново пересчитывалась. Давайте посмотрим, как это у нас будет выглядеть с геометрией. Ну и так же давайте подключим после Resample все это дело. Вот после Detengue, вот до. Вот после, вот до. Ну на самом деле у нас здесь все еще есть некоторые пересечения, хотя конечно ситуация уже улучшается. Дело в том, что за один раз Detengue растаскивает провода друг от друга на небольшое расстояние. Поэтому, чтобы полностью распутать все провода, операцию нужно повторить, ну скажем, несколько раз. Давайте сделаем это с помощью цикла. Нам тут нужен обычный Forage Number, то есть мы просто будем повторять какую-то одну и ту же операцию над геометрией несколько раз. На вход цикла подключим нашу геометрию после REST, и в сам цикл мы вставим наш Detengue. Выход подаем на Polywire. Ну и так же нам нужно поменять параметры самого цикла. Во-первых, на вход каждого цикла мы хотим подавать результат предыдущего цикла. То есть чтобы у нас геометрия не складывалась, как это у нас собственно сейчас, у нас уже 200 полигонов. Потому что мы по сути 10 раз повторили изначальные наши 20 полигонов. А мы хотим, чтобы у нас просто одна и та же геометрия циркулировала по кругу. Поэтому здесь мы меняем режим Smerge на Feedback Each Iteration. И сразу стало лучше, теперь у нас на выходе не 200, а всего лишь 20 полигонов. Ну и так же на входе цикла мы так же хотим получать не Input, а Feedback. То есть геометрию, которая уже прошла первую итерацию цикла. И сразу видно, что после этого провода у нас стали более распутанные. Теперь у нас гораздо меньше пересечений. То есть теперь мы можем прямо, повышая количество итераций, наблюдать, как у нас потихонечку провода растаскиваются друг от друга. Вот одна итерация, две итерации, три итерации. То есть видите, они потихонечку друг от друга разъезжаются. И скажем на, допустим, 20 цикл у нас уже пересечений вообще в принципе не должно быть в геометрии. Ну вот да, уже получается такая вот лапша с погетти-ролтом. Теперь в симуляции проблем с пересечением будет гораздо меньше, но мы в принципе можем уже и такой результат запечь. Также мы можем еще в каждую итерацию добавить, например, немного сглаживания с помощью той же ноды Smooth. Просто будем немного выпрямлять результат каждый раз. Ну давайте, допустим, сделаем тут силу чуть поменьше, допустим, до 1.2 или около того. И фильтр Quality тоже немного повысим. Будем еще немного разглаживать наши провода. Вернем итерации на 20. Тоже что-то интересное получается. Вот без сглаживания, вот со сглаживанием. Получается такой чуть более выпрямленный результат. Ну и теперь давайте уже распутанные провода подадим на симуляцию и посмотрим, что у нас в итоге получится. Запустим симуляцию. Ну и да, уже получается что-то интересное. Провода у нас не пересекаются, они падают, как-то раскладываются красиво. И как видите, в этот раз у нас соловер отрабатывает гораздо лучше. Сейчас уже, мне кажется, я даже тут и не найду ни одного пересечения какого-либо провода с другим. Ну да, получаются такие честно упавшие, запутавшиеся провода. Ну и в конце давайте просто заморозим нашу симуляцию с помощью обычного таймшифта, допустим, на каком-нибудь 50-м кадре. Когда все провода уже точно упадут. Здорово. И в итоге у нас получился такой вот простенький генератор запутанных проводов. С ними теперь также можно делать все что угодно, добавлять провода, убавлять, делать их больше, меньше, разного размера, разной длины и так далее. Можно даже как-то их закручивать, в общем, все что придет в голову, но сейчас мне в принципе этот результат уже устраивает. Давайте запечем его в текстуры. И еще немножечко прервемся. Также одним из спонсоров нашего недавнего конкурса являются ребята из Mathematic XYZ. Они уже больше 10 лет делают компьютерную графику и рассказывают об этом на своем подкасте CG-подкаст номер один. А с недавних пор, кстати, они еще и готовят специалистов. В частности, у них есть цикл крутейших курсов по компьютерной графике в кино Awesome 3000. В рамках цикла есть несколько курсов по композу, базовые и продвинутые. Есть курс по матч-муву. И также скоро выйдет курс по выражениям и скриптам в АЕ. Если какая-то из этих тем вас интересует, выбирайте курс и вперед получать знания. Все ссылки, как всегда, в описании. Итак, давайте для начала сделаем базовый сетап Redshift. Нам нужна камера, нам нужны рендер ноды. И все это можно сделать, просто нажав на Render в Render View Redshift. Все это для нас Redshift создаст автоматически. Важный момент. Мы сейчас хотим именно не отрендерить изображение как-то красиво, с бликами и так далее. Нам важно передать всю информацию. То есть мы просто хотим запечь атрибуты с нашего объекта в текстуры. И поэтому, конечно, процесс рендера будет немного отличаться. Но прежде всего нам нужно отключить все постэффекты, вообще все, что может улучшать нашу картинку. Нужно помнить, что мы пытаемся просто сохранить числа. То есть если у меня есть диапазон от нуля до единицы, то и на выходном изображении тоже должен быть диапазон от нуля до единицы. Ну или от черного до белого. Если у нас вдруг на наш финальный рендер наложатся какие-нибудь постэффекты, ну допустим фотографическая экспозиция, то просто мы получим неправильные числа. И от этого у нас, допустим, может поменяться карта высот. И в итоге те же провода у нас получатся просто другой формы. Также нам очень важно избавиться от любых искажений перспективы. Ну и это просто. На камере в разделе View мы меняем тип проекции с перспективы на ортографический. И в итоге мы получаем ортографическую проекцию, где вообще нет никаких искажений. И у нас любое изображение будет казаться более плоским. Ну в общем-то для запекания нам это и нужно. Дальше еще здорово бы правильно расположить нашу камеру, ну хотя бы убрать все лишние сдвиги. Я просто уберу здесь все вращение, сделаю по X вращение на минус 90 и по остальным осям сделаю вращение по нулям. Чтобы камера у нас смотрела ровно сверху вниз. В принципе у нас проекция ортографическая, поэтому позицию по Y можно менять сколько угодно, она тут вообще ни на что не влияет. Ну а если позиция по Y ни на что не влияет, мы не можем ни приблизиться, ни отдалиться, как же нам тогда поменять область захвата? Допустим захватить вот изображение чуть поближе. Как раз для этого на вкладке View есть параметр OrthoWidz. Если мы представим, что область захвата нашей камеры это просто прямоугольник, то OrthoWidz это ширина этого прямоугольника, причем в юнитах. Ну для примера давайте сделаем разрешение квадратным, допустим 2048 на 2048. И я сделаю, например, обычную сферу, у которой по умолчанию радиус равен единице. А диаметр, соответственно, равен двойке, то есть вот size равно 2. И как видите, при OrthoWidz равном 2 у нас сфера идеально вписана в наш квадрат. Например, я могу эту сферку уменьшить в два раза, и теперь она будет диаметром в единицу. И, соответственно, я также могу поменять OrthoWidz на единицу, и сферка все так же будет идеально вписана в поле зрения камеры. Это довольно удобно, потому что, чтобы правильно запечь геометрию, нам не нужно как-то правильно вычислять позицию камеры. То есть мы можем просто указать OrthoWidz, то есть ширину воображаемого куба, в котором мы будем запекать геометрию, и мы вплоть до пикселя можем это значение контролировать. Благодаря этому, в принципе, можно даже запекать какие-то тайвовые материалы, потому что у нас нет никаких искажений перспективы, и мы очень точно контролируем зону, которую мы будем запекать. Можно даже попробовать сделать бесшовными эти провода, просто нужно придумать какой-то апгоритм, который как-то бы связывал края друг с другом. Так, ну я думаю, с этим разобрались, давайте немного поднастроим камеру, как-то получше вместим в кадр наши провода. Давайте, допустим, сделаем разрешение 2048, ну пусть будет на 512 пока. И OrthoWidz, конечно же, сделаем чуть побольше, чтобы вместить как можно большее количество геометрии сюда. Ну вот, наверное, что-то вроде того, в принципе, я пока так и оставлю. Обновляем рендер, и получаем такие вот некрасивые провода. Если у нас нет никакого источника света в сцене, то Redshift пытается сделать его самостоятельно в том же месте, где и камера, поэтому у нас такой вот ужасный свет получается. Давайте сделаем пока просто базовый материал, нам нужна нода Redshift Material для вывода, и, ну, допустим, какой-нибудь просто цвет временный. Будем выводить прямо его, какой-нибудь красный, скопирую ноду Redshift Material и назначу ее на нашу геометрию. Ctrl-V, и у нас выводится идеально красный цвет. Итак, какие карты нам нужны, чтобы мы могли этой геометрией пользоваться потом где-нибудь в другой программе, допустим, в Unity или в том же Substance Designer. Нам 100% нужна карта нормальной. Было бы круто, конечно, к ней еще запечь карту высот, в том же дизайнере она прям очень сильно пригодится. Ну и прям совсем уж хорошо будет запечь еще какой-нибудь кастомный атрибут, ну, допустим, тот же самый ID каждого провода, чтобы просто у нас была возможность потом как-то отделить один провод от другого, сделать им разный размер, ну или что-то такое. Давайте сегодня попробуем все эти три вещи запечь. Ну, начнем с самого простого, это какой-то кастомный атрибут, тут, думаю, ничего сложного нет. Это вполне обычное дело, давайте для начала сделаем сам атрибут, который будем выводить. Нам просто нужен какой-то уникальный цвет на каждом отдельном проводе. Давайте для начала вообще найдем отдельные провода, также с помощью ноды Connectivity. И с помощью обычной ноды Cover мы можем сделать рандомный цвет от какого-то атрибута. Тут есть для этого специальный режим Random From Attribute. И в качестве атрибута мы просто выбираем атрибут класс, который нам сделала нода Connectivity. В общем-то все, у нас есть какой-то уникальный набор цветов, и дальше мы его уже можем где-то использовать для того, чтобы отделять один провод от другого. В шейдере же все тоже довольно предсказуемо, нам нужна нода UserData, Color. И подтянем атрибут цвета, CD. И теперь на рендере у нас есть такая вот ID-карта, то есть для каждого отдельного провода у нас свой плоский цвет. Нет никакого шейдинга, в общем то, что нам нужно. Но это, в общем-то, самое простое, назовем эту карту ID Map. А вот с высотой и нормалями у нас ситуация немного сложнее. В чем основная проблема чтения атрибутов с геометрией в Гудине? Проблема как раз в том, что эти атрибуты хранятся, собственно, на геометрии, то есть на точках, на полигонах и так далее. Ну вот, например, у меня есть обычный грид. Допустим, сделаю его один на один. У него 10 столбцов, 10 строк, то есть, по сути, всего лишь 100 точек. И, к примеру, я бы хотел сделать на нем какой-то свой атрибут, ну, допустим, шум или карту высот на нем посчитать, в общем, что-нибудь такое. Давайте сделаю обычный цветной шум, и он сейчас у нас будет выглядеть довольно грустно. Почему? Потому что у нас очень мало точек, то есть очень мало объектов, на которых у нас может храниться атрибут. То есть, даже при всем желании я не смогу сделать какой-то высокодетализированный шум, потому что все упирается в плотность сетки, в количество точек на геометрии. И тогда для меня единственный способ записать какой-то высокодетализированный шум, это только повышать количество точек, то есть делать геометрию все больше и больше, раздувать количество полигонов. Вот уже 100 на 100 уже появляется какая-то детализация, но этого все еще мало, нужно делать 1000 на 1000. В общем, в итоге, чтобы избавиться от большинства артефактов, нам придется очень сильно сабдевать геометрию, повышая там полигонаж до 10 миллионов, 15 и так далее. Это немного неприятно, и в любом случае у нас все равно будут артефакты. В чем же крутость использования рендера для запекания вот подобных штук? А в том, что на уровне шейдера в редшифте, допустим, уже тоже есть какой-то свой базовый набор атрибутов. То есть мы вообще не используя атрибуты Houdini, можем сделать любые шумы с помощью редшифта, карту кривизны, нормали, карту высот и так далее. А самое главное, что эти атрибуты будут вычисляться не для каждой отдельной точки на геометрии, а для каждого пикселя на изображении. То есть вообще не важно, сколько у нас полигонов на модели. Если мы захотим сделать карту высот, то она будет вычисляться для каждого отдельного пикселя в картинке. Таким образом мы тут ограничены только разрешением финального изображения. То есть нам нужно больше деталей, просто повышаем разрешение камеры, все готово, у нас больше деталей. Ну на 8 секунд больше нужно будет рендер подождать. Допустим, да, давайте добавим какой-нибудь шум и сразу будет видно, что у нас тут нет какого-то предела детализации. Можно добавлять деталей вообще сколько угодно, от этого картинка не будет рендериться дольше. Ну то есть весь вопрос только в разрешении. Но вернемся к уроку. Итак, нам нужна еще карта высот и карта нормалей. Давайте попробуем их достать. И то, и то у нас находится на ноде RS State. Это вообще довольно мощная нода, на которой собран такой набор технической информации. Тут у нас есть нормали, нормали с бампом, тангенсы, битангенсы и даже расстояние до камеры можно отсюда достать. Давайте начнем с карты высот и для этого нам нужно использовать Ray Position, собственно, позиция объекта в пространстве. И на ноде RS State очень важно указывать, собственно, тип пространства. То есть позиция относительно чего? Относительно мира, относительно объекта, относительно камеры или относительно какого-то кастомного объекта. Это очень важно, и чтобы получать правильную информацию, собственно, нужно правильно выбирать пространство трансформации. Мы просто хотим получить высоту объекта в мировых координатах, поэтому мы здесь выбираем World. Ну, он, собственно, и по умолчанию стоит. Давайте подадим Ray Position на выход материала и посмотрим, что у нас получается. Какая-то странная разноцветная карта, но, в принципе, тут все логично. Ray Position — это у нас вектор, в котором просто записаны координаты по X, Y, Z, соответственно, в красный, зеленый и синий канал. Нас интересует только высота, то есть позиция по Y, поэтому давайте мы ее достанем с помощью ноды Vector Tools Covers. Берем и на выход подаем только позицию по Y. Ну и вот уже что-то похожее на карту высот, она черно-белая, то, что более яркое, собственно, находится ближе к камере. В общем-то, да, это то, что нам нужно. Правда, сейчас карта выглядит слегка темноватой, и это, в принципе, ожидаемо. Позиция, да и вообще любой атрибут из ноды RedState записывается как бы в числовых значениях. Ну, например, если у нас провод находится на позиции 0.5 по высоте, то и на выходе этой ноды тоже будет 0.5. А RedShift рендерит нам картинку, и 0.5 в цвете это, собственно, серый цвет. RedShift не может нам отрендерить цвет, который будет по числам выше единицы, поэтому, если мы, допустим, приподнимем наши провода, ну, допустим, на высоту до двойки, то вообще все провода просто станут белого цвета, хотя по числовым значениям это все еще будет какая-то высота. Вот видите, у нас тут значения все-таки меняются. Поэтому карту высот также стоит сразу немножко перефитить. Сделать это также можно с помощью ноды RestChangeRange. Тот же самый обычный FitRange из VexBuilder. Нам нужно указать какой-то входной диапазон, и выходной диапазон будет от 0 до 1. А давайте посмотрим, какая у нас сейчас максимальная высота у наших проводов. И здесь видно, что у нас максимальная высота 13 сотых. Ну, давайте запишем, допустим, 14 сотых. Ну, немножко ошибемся. Входной диапазон от 0 до 14 сотых, а выходной от 0 до 1. Ну, и вот теперь у нас карта высот выглядит более адекватно. И нам даже не пришлось ничего считать на особо уровне. Ну, и также у нас тут не используются атрибуты, поэтому карта получается максимально гладкая, и у нас минимум артефактов. Давайте так эту карту и назовем, допустим, Hide. Здорово. И у нас остались нормали. Они у нас также находятся на ноде Restate. Давайте я ее сдублирую. И подадим нормали на выход, посмотрим, как они у нас сейчас выглядят. Ну, пока нормали выглядят немного странновато, вообще по-хорошему они должны выглядеть приблизительно вот так. Так что давайте их настраивать. Тут нужно сделать две основные вещи. Во-первых, нужно поменять Transform Space. World нам тут не подойдет, нам нужны нормали относительно камеры. Поэтому меняем здесь тип на камера, и, ну, не сказать, что стало лучше, но мы на верном пути. Нода Restate выдает информацию для внутреннего использования Redshift, поэтому они, ну, скажем, немного не в тех диапазонах. Как видите, у нас здесь есть черные места, а черные места в цветах могут означать только одно. У нас тут есть отрицательные значения. Поэтому нам опять нужно эти значения перефитить, но на этот раз нода и CoverChange, потому что мы уже будем работать с векторами. Итак, нам нужна нода CoverChangeRange, и входной диапазон у нас будет от минус единицы до единицы, а выходной диапазон будет от нуля до единицы. Такое ощущение, что какая-то из осей у нас инвертирована, и на самом деле да. Чтобы получить из Redshift'а правильные привычные нормали, нам также нужно перевернуть синий канал. Давайте просто в том же самом CoverChange поменяем диапазон на обратный, с единицы до нуля. Ну, и сейчас все равно кажется, что в них что-то не так. Такое ощущение, что они немного светлее, чем должны быть. Ну, давайте, для примера, сделаем сейчас временную сверку. Опять-таки, просто чтобы с ней было легче сверяться, сделаем ей размер 0.25, сделаем ее полигональной, больше полигонов. Ну, и также назначим на нее тот же самый материал, и будем сравнивать с референсом. Да, теперь очевидно, что нормали у нас направлены верно, но они получились немного светлее. И тут опять проблема в том, что Redshift пытается рендерить нам собственное изображение, а нам нужны просто числовые значения. Поэтому на изображение накладывается гамма. Если мы на RenderView просто поменяем DisplayMod с sRGB на Linear, то у нас получатся правильные нормали. Ровно так же, как и на картинке. О гамме тоже очень важно помнить, я когда первый раз запекал, вообще долго не мог понять, в чем проблема. И также очень важно сохранять правильную гамму при выводе изображения, потому что, опять-таки, на разные форматы Redshift может накладывать или не накладывать гамму на выходе. Поэтому, чтобы больше об этом не думать, на RenderNode в разделе Output Gamma нужно Output Gamma Mod выставить на No Gamma. И теперь к любому формату у нас Redshift не будет применять гамму, и мы будем получать и правильные нормали, и правильную карту высот, и вообще правильные числовые значения любой карты. Отлично, давайте вернем наши кабели и посмотрим, как они у нас выглядят. И да, у нас получилась идеальная карта нормали для нашей геометрии. И причем, что приятно, в таком способе у нас даже не обязательно должно быть бесконечно большое количество полигонов на модельке. Давайте, допустим, мы в нашем Polywire сделаем делений поменьше, ну, например, 12, пусть это будут такие угловатые провода. И при этом, обратите внимание, карта нормали все равно у нас получается довольно гладкой, потому что, еще раз, в Nodeer Estate у нас есть сразу три типа нормали. Это именно уже сглаженные нормали, нормали с бампом и нормали с самой геометрией. Собственно, у нас тут есть все полигоны, и это, конечно, не то, что мы хотели бы сохранять. Еще одно преимущество такого способа, мы можем оставлять в WoW Poly геометрию в сцене и при этом получать с нее идеально гладкие нормали. Но надо помнить, что карта высот у нас все равно получится немножко угловатой, поэтому я все-таки верну изначальное количество делений, 64, пусть у нас будет геометрия по максимуму сглаженной. Назовем эту ноду Normal, ну, вот, собственно, и все. Мы достали все три интересующих нас атрибута. В общем-то, для запекания Redshift'ом это и все нюансы. Важно, чтобы к финальному рендеру не применялись никакие постэффекты, важно, чтобы к нему не применялась никакая гамма-коррекция. Ну, а все необходимые атрибуты можно даже не создавать на уровне геометрии, можно прямо из ноды Restate или там из каких-то дополнительных нод, вроде Ambient Occlusion, Кривизны, Шумов и так далее. Все можно получить прямо из шейдеров. Ну и нам осталось только отрендерить наши карты, давайте настроим рендеры с выводом отдельных аовов, чтобы все это рендерить за один проход, а не делать три отдельных рендера под каждую карту. Ну и прямо еще совсем капельку прервемся, я, конечно, хотел бы поблагодарить наших патронов. Еще раз уточню, что спонсоры никак нам не платят, они лишь предоставили призы для участников конкурса. Мы все так же не подкупны и существуем только благодаря поддержке наших подписчиков на Патреоне. Их имена и ники, кстати, вы сейчас увидите на экране. А особую благодарность заслужили следующие патроны. Ну а если вы еще не являетесь нашим патроном, то, собственно, как всегда, по ссылке в описании вы можете таковым стать. Патроны могут голосовать за темы будущих уроков, получают доступ ко всем исходникам всех уроков и в целом могут принимать участие в жизни канала. Но опять-таки, самое главное, ваш вклад поможет каналу существовать, развиваться и записывать новые уроки. Пусть наш бьюти пасс это будут нормали, а для высоты и ID мапа мы сделаем два дополнительных кастомных аова. Чтобы, собственно, вывести в кастом на аов какую-то информацию, нам нужна нода StoreCoverToAOV. На первый вход мы подаем наш основной рендер, то есть нашу нормали, ее подаем на выход. И в первый аов мы вставляем карту высот, также ее, собственно, и назовем Hide. И во второй аов мы подаем ID Map, тоже как-нибудь назовем ее, например, ID. Сразу скопирую название и теперь переходим на ROP ноду. Здесь в аовах нам также нужно создать два дополнительных кастомных аова. Выбираем здесь тип Custom и здесь тоже выбираем Custom. И когда мы создаем кастомный аов, очень важно, чтобы у аова в шейдере и у аова в нашем материале были одинаковые названия, поэтому также вставляю здесь Hide. И второй аов называю ID. Давайте также сразу настроим вывод изображения. Сделаю название просто $OS. Номер кадра уберу, потому что я не собираюсь записывать какую-то анимацию. Также удалю формат и поменяю формат, наверное, с EXR на PNG. Ну и битность поставлю побольше. Для нормалей нам точно хорошо бы иметь хотя бы 16 бит. После этого в аовах, кстати, тоже хорошо бы выбрать формат, потому что по умолчанию они у нас будут пытаться сохраниться в EXR, так что я здесь тоже выберу PNG. Оставлю 16 бит и тоже выберу PNG для ID мапа нашего. Тоже оставлю ему 16 бит. Ну и у меня еще иногда сбивается с RGB. Я переключу на линейное цветовое пространство, просто чтобы не отвлекало. Ну и переменую саму ноду, назову ее, например, Baking. В общем-то все, мы можем рендерить нашу геометрию в текстуру. Нажимаю Render to Disk и ждем. Ну и вот у меня на выходе моя геометрия запеклась в три карты. Карту высот, карту ID и карту нормалей. С этими картами уже можно делать все, что угодно, как я и говорил. Можно загрузить их, допустим, в Substance Designer, можно использовать в игровых движках. В общем, все, что душе угодно. Хоть в тот же ZBrush, как кисти использовать. Давайте просто для примера попробуем это быстренько импортировать в Unity. Для теста в Unity я сделал такую вот простенькую ленточку. Тут прям ничего сложного. Это обычная кривая и совсем немного изогнутое сечение. Обычный свип, прям дефолтные настройки, но активированы UV-координаты, чтобы опять-таки у нас текстура правильно ложилась на ленточку. UV-координаты я просто повернул на 90 градусов, потому что иначе у нас провода выглядят немного некорректно. Ну и просто матч сайзом сдвинул в центр. В общем, тут вообще-то совершенно базовый сетап. Я эту модельку сохранил на диск, и теперь переходим в Unity. В Unity тоже все настройки по дефолту. Это базовая стандартная сцена, и вот у меня уже импортирована моя ленточка. Добавляю ее в сцену, и по умолчанию она опять-таки очень маленькая. Нужно не забывать менять масштаб модельки. Сделаю его на 100. Ну и она у меня сейчас немного неудобно повернута. Давайте я разверну ее на, допустим, 90 градусов. Минус 90. Немного приподниму над землей. И также закину в проект три мои текстуры. Теперь создам вообще базовый материал. Накину его на нашу ленточку. Ну и сюда уже добавлю для начала карту нормалей. Также опять-таки Unity по умолчанию ее не распознал как карту нормалей, поэтому тут нужно нажать Fix Now. Теперь, как видите, освещение стало гораздо лучше отрабатывать. Ну и в качестве цвета, просто для примера, наверное, использую карту высот, просто чтобы был какой-то цвет. И еще, кстати, важный момент по поводу альфа-канала. Он вроде как у нас должен был быть, но почему-то именно на АОВах у нас альфа-канала нет. Но это не проблема, просто когда мы рендерим PNG, то хорошо бы в АОВах также указать, какой тип цвета мы хотим выводить. Нам тут нужен не только RGB, а RGB плюс альфа. То есть, допустим, чтобы карта высот у нас также была с альфа-каналом, и мы могли бы в том же Unity вырезать по альфе вот эти все провода. Так что давайте я в Гудине просто перерендеру нашу карту высот. Она у нас будет считаться каких-то чудовищных 2 секунды, ну пусть даже 3. И теперь просто заново закинул сюда карту высоты обновленную с альфа-каналом. Поменяю здесь карту и включу альфа-клиппинг. Ну и вот, в общем-то, у нас получаются такие более-менее правдоподобные провода прямо в Unity с правильными нормалями, с правильным освещением и вообще с любыми цветами, какие мы только можем себе придумать. Можно выводить любые атрибуты из Гудини, любые там сочетания цветов. Можно даже делать уже готовый материал в Redshift'е и пытаться его вывести таким способом, хотя это, конечно, странноватый, наверное, способ. Лучше все-таки для таких целей использовать дизайнер. Но в любом случае такая вот интересная получается техника. Можно в Гудине процедурно генерить вообще любые сложные штуки и просто запекать их прямо в текстуры. Да, может быть, в первый раз это не очень удобно. Нужно сделать и камеру, и рендер-ноду, и материал правильно настроить, и все такое. Но я, например, себе весь этот сетап собрал буквально вот в одну ноду. Там внутри с помощью сабнетов сделал и рендер-ноду, и камеру, и материалы, и так далее. И все вывел на верхний уровень. И теперь у меня есть такой вот простенький инструмент, на вход которому можно подавать вообще любую геометрию, и остается только нажать на кнопку рендера, ну или там максимум выбрать, какие мне нужно сохранить атрибуты, выбрать там максимальную высоту, разрешение и так далее. Кстати, если вам интересно, как можно в Гудине такие вот громоздкие сетапы, которые находятся в разных контекстах, собирать в один асет, напишите в комментариях. Возможно, стоит сделать урок на эту тему. Ну а на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Красивых вам рендеров. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...